Ирчина сказала, о сегодняшнюю восемь лету Яркие наряды и любимые всеми песни. Дворец культуры в этот день распахнул свои двери для любителей народной музыки. Зрителей пришло много, один красочный номер сменялся другим. Артур воспитанник Красноключинской музыкальной школы. К своему выступлению подошел со всей ответственностью. На подготовку ушла не одна неделя. Очень понравилось то, что когда вышел, поклонился, все аплодировали, очень поддержали. Концерт в общем хороший, надо побольше таких устраивать, чтобы люди видели, сколько тут талантов. А талантов в этот вечер и вправду было немало. Здесь участники всех возрастов. На сцене хоровые коллективы, дуэты, сольные исполнители. Целью данного фестиваля является возрождение развития какого-муникального жанра, как игра на традиционных и музыкальных инструментах. А также повышение роли и значения традиционной музыкальной культуры в современной культуре. Фестиваль такого плана организован в Нижнекамске впервые. Все полтора часа выступлений артистов сопровождались аплодисментами. Впечатление огромное. Очень огромное впечатление. Пусть, как сказать, дорога будет им в дальнейшем, чтобы они развивались и чтобы во всех сёлах они радовались и в нашем поселке радовались. Звучали народные композиции, песни на военную тематику на русском и татарском языках. В планах проводить такой фестиваль ежегодно, расширять географию и возрастные рамки участников. Хочу призывать новых музыкантов объединяться и сделать действительно на уровне практически российского фестиваля «Игра и гармонь» наши большие выступления. Судя по тому, как принимали артистов, сомневаться в светлом будущем фестивале не приходится. Он показал неподдельный интерес нижнекамцев к народному творчеству. Дебютный концерт «Игра и поймы», а «Гармонь» подошёл к концу. Зрители наградили артистов заслуженными аплодисментами, а участники получили дипломы и грамоты. Уже 9 мая здесь, на площадке у Дома культуры, пройдёт праздничный концерт, посвящённый Великой Победе. Кирилл Давкаев, Евгений Лызаев, Новости НТР.